Газпром готов разговаривать с Евросоюзом о расширении поставок топлива по маршруту Северного потока. Об этом зампредправления компании Александр Медведев сообщил на газовом форуме в Берлине. В прошлом году 40% европейского рынка была обеспечена именно российскими поставками. И спрос продолжает расти из-за снижения добычи в Нидерландах. За работой форума в столице Германии следит наш корреспондент Арсений Молчанов. Он сейчас вышел на прямую связь со студией. Арсений, еще раз приветствую. Расскажите, как сейчас складываются энергетические отношения России и ЕС. Я сперва скажу, что в Ларо очень много было разговоров о якобы конце газовой эпохи. И уже во время пленарной сессии Александр Медведев, зам главы Газпрома, назвал интересные цифры. О потреблении. Плюс 5% за прошлый год. Общая сумма 570 миллиардов кубометров. Для справки, Россия вставляет в старый свет примерно треть этого объема. Плюс добавим сюда холодную зиму. Если помните, в Давоске форум вообще снег не завалило. И на этом фоне российский главный экспортер поставил новый рекорд. 194 миллиарда кубометров. В этом году, правда, обещают еще больше. А с подключением Китая в конце 2019 года начнутся поставки. Обещают преодолеть цифру в 200 миллиардов кубометров. Ну и естественно, тут речь тогда идет о новых инфраструктурных мощностях, которые потребуются при росте потребления газа в Европе. И я сейчас говорю не про Северный поток-2, а про то, что мы узнали в эксклюзивном интервью у Александра Медведева. Про Северный поток-3 я предлагаю послушать фрагмент. Мы всегда говорили о том, что мы поставим Европе газа столько, сколько Европе будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. И если Европа заявит свои потребности и готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты. Северный поток-3, например. Ну вообще это про такую дальнюю перспективу. А сейчас и депутаты российского парламента, и их коллеги из Бундестага много говорили про Северный поток-2. Неудивительно, что Берлин первый дал разрешение на строительство этой магистрали в Финляндии. ...потом последовало, сейчас ждем одобрения от Швеции и Дании. Интересно выступил глава комитета по экономике и энергетике, он так именно называется экономику, совмещается с энергетикой, Клаус Эрнстон. Он рассказал о том, насколько важны Германии сейчас прямые поставки, и насколько Газпром сейчас стабилен в поставках по трубе. В отличие от терминалов СПГ, которые загружены процентов на 25, в отличие от тех трат, которые европейцы тратят на инфраструктуру, интерконнекторы, СПГ-терминалы и так далее. Я сейчас предлагаю послушать комментарии от Министерства энергетики, что они говорят по поводу увеличения нагрузки на европейцев, на их бюджеты. Любое создание избыточной инфраструктуры, которая может приходить или компенсировать отсутствие долгосрочных контрактов, очевидно, будет в конечном счете оплачено потребителям. Это скажется и на конкурентоспособности тех товаров, которые будут производиться в Европе в дальнейшем. Это и новые СПГ-терминалы, и дополнительные интерконнекты. В этом фоне добыча сырья в европейских государствах сокращается. Речь о Норвении, Британии и Нидерландах. К 30-му году истощится самое крупное европейское месторождение Гронинген. Я предлагаю послушать комментарии Александра Карелина о том, как идут переговоры между депутатскими комитетами по энергетике. И правительство Германии, и, допустим, депутаты Бундестага интересуют вопрос, в какой степени будет или нет сохранен транзит через Украину, связанный с СССР на потоке-2. Это, наверное, один из главных вопросов, которые они задают, которые обсуждаются. И то понимание, процесс обсуждения, которое мы находим, их абсолютно устраивает. Я не хочу комментировать, какие детали этих переговоров-взговоров, потому что это вопрос будущего обсуждения. Я прошу прощения, это был Павел Завальный, тоже депутат Государственной Думы, президент Российского газообщества. Ну, это были ключевые заявления сегодняшней Берлинской газовой конференции. Передаю вам слово. Да, Арсений, благодарю вас за подробный рассказ. К сожалению, качество связи было не очень хорошего.